Общение журналистов с президентом Беларуси очень часто переходит рамки вопрос-ответ и перетекает в дискуссию. Так получилось и сегодня. Завидев в толпе репортеров представителей российских СМИ, Александр Лукашенко поспешил поблагодарить наших коллег, которые в непростые времена приехали поддержать технически и подстраховать белорусов. То, что у нас получилось, на будущее это пригодится. Любому президенту, не только президенту Лукашенко. Поэтому я вас очень благодарю за то, что вы приехали и помогаете нам. Поддержать, но не заменить, вопреки информации, которую распространяют в сети, журналисты белорусских каналов на своих местах. Мы немножко ревнуем. Почему? К вашему вниманию нам бы хотелось, чтобы мысли. Ну, они же гости у нас. А как же гостей? Конечно, я им уделяю внимание. Особенность того, что у нас некоторые хайпанули на этой теме наши журналисты, заключается в том, что они уже заранее сформировали один канал, второй, третий коллектив. И ждали, когда революция свершится, все эти государственные деятели будут сметены, и они быстренько вместо Игора, вместо Алены, Илоны, они уже сядут в эти кресла и будут вещать. Вот в чем эта особенность. Мы это прекрасно видели. Если россияне в кризисное время поспешили помочь, то другие наши соседи поддержку выражают многочисленными советами руководству страны и санкциями. В списке невъездных в страны Балтии, помимо Александра Лукашенко, оказались еще около трех десятков фамилий. Есть даже полный тезка журналиста Белтеля радиокомпании. Хотелось бы услышать ваше мнение, ну и, конечно же, отношение к тому, что соседние государства вот так поступают с нами. Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили. Мы просто экономически попробуем решить эту проблему. Говорят, вот это дорого будет дороже для Беларуси. Если как сейчас тарифы по железной дороге, там, в порту, железная дорога и порт, услуга под Ленинградом и Клайпеда, конечно, нам немножко будет невыгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам. И они от объема перевалки наших миллионов тонн грузов получат все равно выгоду, потому что порты Балтики не загружены. Мы можем и в Новороссийске загрузиться. Ну, как бы там ни было, и через Украину можем работать. А они пускай, ну, еще полмиллиона человек уедет из этой Литвы. Тему ограничений продолжили вопросы Матадеуша Кондрусевича. Глава Белорусской католической церкви не смог въехать на территорию нашей страны из Польши. Теперь вокруг этого события много инсинуаций. А и ни пограничники, ни другие ведомства пока не комментируют, но все понимают, что, наверное, дело серьезное. И у вас наверняка есть полная информация. Я не скажу, что, наверное, у меня полная, потому что она меняется. Этот господин неожиданно выехал, как мы сейчас видим, для консультаций в центр под Варшавой. Получив определенные навыки и получив определенные задачи, он возвращался сюда. И попал вот под этот список. Там список, там больше миллионов у нас россиян, он общий, не въездный. И не только он один, просто он более известная фигура. Мы начали изучать, к чему вот на вчерашний вечер. Он попросил у нас гражданство. Он получил, президент подписал указ, он получил это гражданство. Скрыв, что у него было гражданство. Может быть, даже не одно. Мы изучаем, я это не утверждаю. А коль скрыл, у нас двойного гражданства не предусмотрено законом. Поэтому мы хотим изучить вопрос, если там все чисто и по закону, мы поступим по закону. Если там нарушение закона, значит, ответят по закону. А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих католиков, которые прекрасные люди, ну тогда двойная ответственность. И потом, ну вы же посмотрите, пытаемся поддержать, защитить. Костелы работали и будут работать. Потому что молитва, верующая, их дорога к храму, это для меня святое. Поэтому католики пусть не переживают. Никакого наката государства на католическую, православную церковь, мусульмане и иудеи, кто бы здесь ни был. Мы никогда этого не допустим. Потому что это наша фишка, это наша гордость. Конфессиональный мир, национальный мир и так далее. Мы всегда этим гордились и будем гордиться. Безусловная ценность – человеческие отношения. За последние месяцы их на прочность сначала испытала пандемия, а после – и общественно-политический кризис. Сместились акценты и приоритеты. Некоторые резко изменили свои взгляды и теперь стоят на другом. А как бы вы назвали тех людей, которые с вами работали десятки лет, а сейчас они по ту сторону? Это естественно. В любом обществе таких предателей хватает. Они же всегда были такими. Я знаю, о ком ты намекаешь, яркая личность. На коленях стоял, дрожал. Пошлите меня в правительство. Стал министром. Поработал министром. Я хочу обратно. Хочу послом быть. Куда? Ну, во Францию. Ладно, езжай во Францию. Ну, как-то старался по-отечески относиться. Потом показалось, что власть наклонилась, а может уже где-то рухнула. Это не потому, что он наконец-то проснулся или матуля ему в очередь раскрыла, глаза открыла мать ему. Нет. Он и был такой. Но он увидел, что, наверное, в этой власти все, она рухнет, надо бежать в другую. Вот он и побежал. Слушайте, за четверть века у меня такие случаи были. Пусть немного, но были. Были немного, потому что власть всегда была твердой. А сейчас им показалось в виртуальном мире, что власть... Дрогнула. Да, не только дрогнула, а она уже чуть ли не лежит. Поэтому можно Лукашенко ноги вытереть сейчас и пойти туда. Он перешел в красную линию. Он в Конституционный суд заявление сделал. Генеральный прокурор уголовное дело возбудил по фактам захвата власти. Конституционный суд заявил о том, что это неконституционное действие. И это квалифицируется как захват власти. Вот он и ответит по закону. Вот я вам один пример привел одного человека, не называя имени, вы его знаете. Есть и другие, которых мы вовремя рассмотрели и отправили. Кого на покой, кого просто предложили, идите там, бизнес любите, занимайтесь бизнесом. Они тоже неоткровенно, но где-то постятся. Как у одного спрашивают, не буду говорить у кого, вы за кого. А он говорит, ну а кто победит. Вот, поэтому вот такая вот жизнь. Ну это жизнь. Это надо спокойно воспринимать и не надо особо напрягаться по этому поводу. Пользуясь статусом гостя, наш российский коллега продолжил засыпать Александра Лукашенко вопросами на десерт глобальный о белорусской многовекторности. Еще бы, в России нас часто упрекают за естественное желание быть устойчивыми. Планета и система может держаться стабильно, когда у нее несколько опор. Когда у нее выбивают одну, вторую опору, она начинает шататься и может рухнуть. Поэтому я всегда был за многополярность. Географический центр Европы в Полоцке у нас. И какую нам политику проводить? Это чисто медийная выдумка, что Лукашенко там повернулся на Запад. Да, я проводил многовекторную политику. Насколько это было возможно? Вы думаете, что я не понимаю, что я сто лет не нужен этой Европе и тем более Америке? Я это все прекрасно видел. Но мне надо было спасти страну. Мне надо было выживать в то время, как меня не понимали у вас. В послании до выборов я же сказал, слушайте, вы нас сегодня называете партнерами. Не братьями стали, а партнерами. А зря это услышали. И в Кремле везде. Мы сегодня братья. Но зачем, чтобы мы стали снова братьями, чтобы нас кто-то жиманул на Западе? Но это урок. Подводя итоги беседы, Александр Лукашенко признает, в сложившейся ситуации больше всего его заботит будущее нашего народа. И той страны, которую построили общим трудом. На эмоциях ведь ничего не стоит наломать дров. Дело здесь не во власти. Дело в том, что я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, окрывавленный этот кусок. И не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на этом. Это не иллюстрация будет, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, это будут цветочки. У нас будут ягодки. Вы понимаете, кто за нас взялся. И вы видите, кто управляет. Вы-то уже видите. Идите туда и рисуют квадрат, где остановитесь. Через некоторое время идите туда, рисуют новый квадрат. А потом идите поздравьте его с днем рождения. Дураки. Они с огнем играются. С журналистами Александр Лукашенко общался около 40 минут. За это время к окрестностям колледжа подошли жители Барановичей. Чтобы запечатлеть эти кадры, нашим операторам пришлось буквально бежать. Дело как раз в вас. Если бы не было вас, вот опытных людей, на пенсии кто-то, кто-то готовится, взрослых людей, не было бы уже нашей страны. Хотелось, чтобы так, как жили. Не, надо лучше. Я понимаю, что не хватает и того, и этого. Ну, живем, насколько можем. Знаете, нам никто больше не даст, чем то, что мы заработаем. Ну, не мне же вам объяснять. Главное, что у нас мир на земле. Все понимаем. Это самое главное. Вы за вас, а вы что, пожалуйста, я сделаю? Я на 10 раз. Вы сейчас на. Дайте хоть 5 протянуть. Спасибо. В этом окружении Александру Лукашенко вопросов не задавали. Больше поддерживали. Возможно, потому что собрались те, кто помнит. Бывало иначе. С нуля строить всегда сложнее. А большего достигать можно только своим трудом. Алена Сырова, Александр Бутрим, телекомпания СТВ.